Задержаны мошенники, которые предлагали пост главы Кировоградской ОГО за 3,5 миллиона долларов. Правоохранители задержали двух человек, которые обещали оказать содействие в назначении на пост главы Кировоградской ОГО, свои услуги мошенники оценили в 3,5 миллиона долларов. Об этом сообщила пресс-служба офиса генерального прокурора. По данным следствия, задержанные обещали повлиять на офис президента Украины и решить вопрос с назначением на должность главы Кировоградской областной государственной администрации. При этом один из них представился советником президента Украины. На само деле они не имеют никакого отношения к органам государственной власти, подчеркивается в сообщении. Мошенники оценили свои услуги в 3,5 миллиона долларов. Сейчас они задержаны. Решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения. Как писала РБК Украина, сегодня, 26 мая, кабинет министров согласовал назначение на должность главы Кировоградской ОГО Марии Черной. Такое решение правительство приняло в ходе заседания. Ранее правительство согласовало увольнение председателя Кировоградской ОГО Андрея Назаренко по соглашению сторон. Напомним, в конце апреля правоохранители задержали двух человек, которые за денежное вознаграждение в сумме 220 тысяч долларов пообещали решить вопрос о назначении гражданина на должность начальника главного управления нацполиции в Киевской области. Один из мошенников представлялся лицом, которое в ближайшее время будет назначено на должность министра внутренних дел. Отметим, ранее правоохранители задержали в Киеве мошенника, который фиктивно женил иностранцев с украинками для переправки их в Европу. За свои услуги 27-летний мужчина брал 3,5 тысячи долларов.